У меня есть вопрос. Вы никогда не делали ни одного глотка алкоголя? Мне это не нужно, потому что я всегда опьянен. Вы когда-нибудь курили травку? Я всегда под кайфом. Ты еще не видел мой класс. О, я знаю это, я знаю это. Такой straight age. Но меня интересует, как человеку, который в высшей степени интересуется жизнью, или, как бы вы сказали, искателю, неужели у вас никогда не было желания попробовать видишь ли, ты живешь в определенном обществе и думаешь, что это единственный способ исследования. Когда я рос, я уделял много внимания тому, чтобы на меня ничто не влияло. Будь то окружающая меня религия, семья, окружающая меня общество, окружающая политика, я позаботился о том, чтобы ничего из этого не повлияло на меня. Я продолжаю говорить людям, что я абсолютно необразован. Они думают, что быть необразованным означает не ходить в школу или колледж. Нет. Необразованность означает, что вы не приняли чьих-то путей. Вы просто являетесь такими, какой является жизнь. Поскольку вы есть жизнь, все остальное является предположением. Если вы испытали природу жизни, которой являетесь, и источник жизни, который также пульсирует внутри вас, зачем вам пытаться собирать листья и траву? Вам не любопытно? Внутри себя. Я знаю в миллион раз больше того, что ты знаешь через травку. Так почему мне должно быть любопытно что-то подобное? Разве ты до сих пор играешь с плюшевым мишкой каждый день? Почему? Тебе не любопытно, каково это? Дети это очень любят. Я прошел через этот этап. Вот именно. Это было, когда ты был ребенком. Я лишь хочу сказать, что я вырос, когда мне было 4,5 года. Я тоже любопытный человек. И у меня было представление, что я не хочу умереть, не узнав, что психоделики делают с моим мозгом. Я отказывался. Я хотел это попробовать до того, как я умру. И я попробовал. И мне просто интересно узнать у человека, который также искатель, видишь ли... Почему это не трогает вас каким-то образом? Дело вот в чем. Сейчас все мы сидим в этом месте. Дышим одним воздухом. Возможно, едим похожую пищу. Но в этот момент то, что происходит внутри меня, какой я есть, я не променяю ни на что во Вселенной. Если ты предложишь мне в обмен весь мир, я не совершу с тобой сделки, настолько это большой опыт. Если такое происходит внутри тебя, ты не пойдешь собирать травку. Вот и все, что я говорю. Значит, мне любопытно, потому что мне чего-то не хватает. Нет. Тебе нужно понять, что травка или что-то еще дало тебе какой-то опыт. Но травка не может испытать. Испытываешь ты. Возможно, она стимулировала некоторые переживания внутри тебя. Стимулируются ли они извне или изнутри, вот единственный вопрос. Если извне, у этого всегда есть оборотная, негативная сторона. Возьмем алкоголь. Если бы не было похмелья, если бы не сгорала печень или что-то еще, люди все время были бы пьяны. Если бы ты тоже мог быть полностью опьяненным и в то же время полностью бдительным, ты бы сделал это. Я сам бы тогда посоветовал пить алкоголь всем. Все, что я тебе говорю, существует способ, когда ты можешь быть полностью опьяненным и в то же время полностью осознанным. Есть множество научных исследований, которые говорят, что в мозге есть миллионы конгоидных рецепторов. Думаешь, они ждут, пока ты покоришь травку? Не знаю. Но они там есть. Это факт. Поэтому очевидно, что в системе должно быть что-то, чтобы обеспечить эту возможность внутри себя. Дело не в том, что нужно идти и что-то где-то набирать. Это находится здесь, потому что это величайший химический завод. Если бы ты знал, как им управлять, ты не шел бы за этим в какую-то подворотню. Ты бы дал этому произойти здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!